Друзья, ну что, раз уж мы были в Евпатории, решили на обратном пути заехать в Новофедоровку, посмотреть, как здесь готовятся к сезону. И сейчас пройдемся, проедемся, остановились водички купить, проедемся туда к набережной, ну, к центральной, и посмотрим, как там, что происходит вообще, ну, что, где, чего в Новофедоровке. Маманя обошла, видите, памятник, смотреть, в этом кафешке мы тогда снимали тоже что-то, а, кофе мы там пили с батей, а, в общем, вот так вот как-то здесь все. Ну, здесь как бы не курортная такая часть, это как бы центр автостанции здесь, ну, как конечные маршрутки, хотя по сезону маршрутка ходит здесь и до, ну, до самого, практически до моря доходит. Здесь вот герои стоят в ряд, такая аллея героев, вон, герой Советского Союза, ну, все герои стоят, вот, Лебедев, и они вот так в ряд выстроены. Я всегда, когда вижу выстроены такие вот в ряд героев, напоминает аллею пионеров-героев в Симферополе у нас, там есть тоже такая. Ну, там пионеры-герои, а здесь вот просто герои, вот, видите, все, все здесь. Мамка получила заслуженную шоколадку. А что ты кушать захотелось? Кушать захотелось. Здесь всегда все чистенько, аккуратненько, веночек чистенький сам, обелиск тоже отличный, с семенами, мы его уже тоже показывали. В общем, сейчас поедем к морю, здесь дорога такая довольно хитрая, да, там надо петлять, так что доедем до моря и там уже врубим. И святые ракушки вам покажем. Да, друзья, вот так вот, в общем, продолжаем движение. Добрались, друзья, до пляжа, до самого, до набережной, так сказать, ветер все такой же сильный, это все тот же корабль, который уже закончен, построим. Сейчас мы с другой стороны его обойдем, я вам покажу. Ну, а пока через него пройдем на пляж, сходим на причал, посмотрим. На самом деле, видите, наверху красят подготовительные работы, идут здесь именно, стараются, не так, как Николаевки, допустим, что нигде ничего не делается, а именно все, подготовка к сезону идет по полной. Ребятки, ресторан называется «Палуба». Видите, какая. Вроде как, правда, настоящий корабль с камерой впереди, которая меня вот снимает в данный момент. Вот такой вот ресторан. Ну, хорошо, что, я говорю, что приводится все в порядок к сезону, чистится, красится. Здорово. Видите, внутри все убирают, прибирают, раскладывают всякие эти полотенца, попоны. Так, набережную эту закончили. Давайте я вам покажу сейчас, что с бассейнами. Здесь, получается, кафе, ресторан. На втором этаже тоже будут, есть эти площадки. Здесь сложена пока мебель, которая будет, ну, на улице стоять. Она пока свалена. Я так зайду, быстренько вам покажу. Бассейн. Там дальше детский бассейн. Здесь бассейн взрослый. Видите, ну, не сезон, понимаете, готовятся люди. В бассейне вода. Бутылки, банки плавают огромные. Здесь свалено довольно много мебели. Это все будет вокруг стоять. Плюс лежаки, столики, стульчики. Ну, в общем, все работает, все закончилось здесь. Последний раз, когда мы были, было еще не готово. Так, здесь показал. Набережную показал. То, что везде туалеты, каждые 30 метров здесь построены, стационарные, с душем и с переодевалками. Это есть. Есть грибки, навесики, все есть. Дастраханчики такие стоят. Тоже есть, куча переодевалок. В общем, здесь пляж оборудован по полной. Я говорю, вот видите, вот этот вот, каждый 20-30 метров, ну, не 30, может, ну, 50 метров стоит вот такая будочка. Там туалет мужской-женский, душ и переодевалочка. И они вот так до конца этой набережной, вот так и натыканы везде. В общем, очень удобно. Здесь будут выдавать лежаки. Вот здание лежаки уже завезли, сложили. Сам пляж, ну, сейчас мы на сам пляж, в принципе, пройдемся, посмотрим, что, что кого. А так, вот все, что здесь есть пока. Ну, и очень радуются таки, что идет подготовка. Подготовка к сезону идет, и хорошо. И видите, немножко даже распогодилось такие облачка. Ну, с одного края. Дальше еще, ну, вот туда как раз тучи уходят, там они еще есть. А здесь, получается, облачка. Да, и, ну, здорово. Смотрите, прям бублик. В общем, круто, круто. Мы по Палубе бегали, целовались с тобой. Мне вообще здорово, конечно. Ах ты, Палуба, Палуба. Да, смотрите, ребят, сколько рыбаков садят на этом. Ну, мы сейчас туда пойдем, покажем вам, выйдем в море, скажем так. У рыбы сегодня очень интересная трансляция по телевизору. Да, у них ей рыбаков, кстати, показывают. Мужики с палками. Все, пойдемте, пройдемся. Да, это как раз информационный стенд, все по пляжам. Кому интересно, да, вы можете сюда подойти, здесь посмотреть, где чего найти. Смотрите в режиме пауза. Довольно интересная такая штука. Средний профиль понижения дна даже есть. Да, средний профиль. Ну, здесь довольно неглубоко, кстати, друзья. Да, на 50 метров, 2,5 метра глубина. На 50 метров, 2,5 метра погружения, это класс. Ну, небо прям радует, да? Смотрите, какая красота. Это вам везде короба. Мелочь, пока нам надо. Видите, здесь еще выкладывается плитка, расширяется немножко набережная, ну, чтобы побольше народу, видимо, могло здесь пройти. Таких, как мы. Хотя, может быть, это под торговые точки расширяют, чтобы там мороженку и всякое такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вон, видишь, и педальки у него имеются Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Красиво Корректор А.Кулакова 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 То есть у нас получился перерасход Дикая экономия, когда мы ехали туда И перерасход, ну, если сравнить То среднеэкспрессическая получится Нормально Так мы высчитали, вот примерно расход у нас получается От 6 до 7 литров по трассе на 100 км Это при скорости 80-90 Да, 80-90, быстрее мы не едем Ну, может быть, в обгонах там было сотка пару раз Но это такое Ну, посмотрите Вернее, вы уже посмотрели куски новых трасс Которые мы вот более-менее теперь проехали Ну, так что Следующий спойлерить я не буду, куда мы едем Но я так понимаю, что маму мы теперь будем с собой брать постоянно Потому что ездить дома скучно Да и как можно вообще было прожить столько лет в Крыму А не побывать в таких местах, куда мы вот собираемся в следующий раз А место очень интересное Но не скажу, все равно не скажу Посмотрите по месту Я сегодня тоже была в таком месте, в котором была 55 лет назад Оно, кстати, совершенно не изменилось Да, так что все, ребята Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Я с вами прощаюсь до следующих встреч Ну, на быстрозавтраках мы увидимся А так давайте уже до следующих выходных А там на просторах, на красивых местах С светением и благоуханием Ну и слово Сане, пока Да, друзья, вот такая вышла у нас поездка Ну, не знаю, нормальная поездка Проехали, так сказать, ну, мягко говоря С инспекцией проинспектировали Где, к чему готовятся Естественно, мы будем выезжать и на ЮБК И не только И, в общем, будет И не только к морю Будем еще ездить по разным Деревням и весям, скажем так Смотреть, как там живут люди В глубинке, в Крымской, скажем так В общем, вот такая Вот вышла у нас поездка Пишите в комментариях Извините сразу за качество звука Ну, ветер просто не в себя там так дуло Караул Поэтому, как смог Это с тем учетом, что у меня еще прилеплена Ветрозащита на камеру Все В общем, вот такой ролик Пишите все, что вы об этом думаете Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой инстаграм На мой канал в Одноклассниках В общем, подписывайтесь везде Все, друзья, пока